КОНЕЦ Абладно, только речевка, чего стоит, кто не скачет, тот за храм. Они кричали там, слава Украине, кто не скачет, тот Москаль, кто не скачет, тот за храм. А вот сейчас я хочу показать вам одну интересную фотографию. Как раз оттуда, кто не скачет, тот за храм, в кадре. Как вы думаете, кто это? Барабанная дробь. Пресс-секретарь полиции города Екатеринбурга Евгений Крюков. Вот он скачет, скандирует эту замечательную речевку. Заводит толпу, на него смотрят остальные и начинают повторять. Ну, в толпе же главное, чтобы кто-то стал первым. Дальше пойдет цепная реакция. Вот он же на следующий день. Фиксирует так называемых нарушителей спокойствия на камеру. Затем многие из них будут осуждены, в том числе на основании видеосъемки, которую вел этот человек. А зачем он это делал? Никто не догадывается. Я вот, вы знаете, здорово сомневаюсь, что господин Крюков, сотрудник пресс-службы УВД третьего города в стране, до такой степени дурачок, что тупо перепутал площадку, думая, будто там соревнования по скачкам проводятся. Ага, вообще-то это называется провокацией. И господин Крюков в данной ситуации выступает в роли провокатора. Я уж не знаю, за деньги ли, или по указке сверху, или по собственной инициативе, очевидно, главное. Сотрудник правоохранительных органов выступает в роли провокатора. Подначивает народ к беспорядкам. Благодаря таким, как он, протест в очередной раз попытались превратить в посмешище, в роли всей стране. Кстати, Крюкова до сих пор так никто и не наказал за его недостойное поведение. Ну а вы покупайтесь дальше на разводке провластных политтехнологов. В конце концов, вы же им платите, чтобы они из вас делали идиотов. Начинаем. Друзья, я уже рекомендовал вам браузерную игру Викинги. Я в нее играю полгода и хочу предложить поиграть вместе. Викинги это стратегическая игрушка из старых добрых 90-х, только теперь с яркой и качественной графикой, огромным количеством крутых социальных фичей, а еще это повод познакомиться с интересными людьми. Викингов играют геймеры со всего мира. Вступай в кланы, друзья поддержат тебя в нужную минуту, поделятся ресурсами, если необходимо, ну или объединяйся со мной, посмотрим, на что мы способны сообща. Регистрация, кстати, абсолютно бесплатная, поэтому чего тут думать? Ну а поскольку игра браузерная, вообще не надо заморачиваться. Никаких скачиваний, утомительных процедур установки, просто включи компы, окунись в мир доисторических баталий на большом экране, регистрируйся по моей ссылке и получишь нехилый приз, 200 золотых монет от создателей игры, ищи там меня, двинем в поход вместе, в общем и не тяни, жми уже на эту ссылку. Она внизу. В Урало-Сибирском регионе пока останемся, дорогие друзья, а знаете ли вы, что мы уже довставались с колен до такой степени, что вот это вот надо преподнести как-то очень грамотно. Короче, в Свердловской и Тюменской областях сегодня, по сути, введено внешнее управление, на очереди Южный Урал, Челябинск. Не знаете, что такое внешнее управление? А это начальная стадия банкротства, и вот этот момент очень важно прочувствовать. Речь идет о возможном банкротстве трех самых богатых регионов страны. Что такое Тюменская область? Это почти 70% российской нефти и российского газа. Что такое Свердловская и Челябинская области? Это 80% металлургии страны. Помните, как у Барда Новикова. Мы металл и камень плавим. Мы металл и камень плавим. Мы себя и город славим. То есть речь-то идет о регионах, которые всю дорогу содержат доблую-добрую половину РФ. И вот сегодня выясняется, что эти три региона находятся на грани банкротства, долгов, потому что каких-то сумасшедших нахлопали. Ну вот в Свердловской области, например, внешний долг составляет 190 миллиардов рублей. Повторюсь, три богатейших региона и на грани банкротства. Это ж какими управляли-то эффективные менеджеры? Куевышев, Моор и Дубровский. Нужно иметь талант, чтобы пустить по миру очень богатых людей. Причем откуда образовались те долги? Ну вот в США, к примеру, в 2008 году случился кризис из-за того, что они построили очень много дешевого жилья. Это был ипотечный кризис. На Урале и в Сибири много дешевого жилья построили? Нет. Может быть, дороги в той же Тюмени сегодня такие, что весь мир опыт перенимать приезжать тоже нет? Социалка какая-то офигительная в этих регионах такая, что все россияне прям завидуют местным и мечтают переехать на ПМЖ в Екатеринбург, в Челябинск, в Тюмень тоже нет. Тогда откуда долгов-то столько? На какие благие цели были потрачены сумасшедшие деньги, из-за которых и внешнее управление вводить приходится, а я вам скажу. Эти деньги тупо профукали, бездарно прокакали и сделали это талантливые управленцы. Губернатор Куевышев, губернатор Мор, губернатор Дубровский, который пару недель назад, кстати, Орден Дружбы из рук президента получил. Ну и, конечно, хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проделали в регионах, где вы работали в течение многих лет. Я хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку. Учитесь, господа, как работать. Нужно что, брат Дубровский, похерил регион? На вот тебе за это государственную награду. А еще поезжай-ка ты преемника своего Текслера проконсультируй, чтобы парень не терялся и продолжил начатое тобой большое дело по развалу Челябинской области. Похороните вы ее уже окончательно. Слушайте, ну зла не хватает, честное слово. Откровенных вредителей называют чуть ли не героями. Награждают орденами и медалями. Патриотами. Кстати, господа патриоты, а вы в курсе, что у того же Дубровского, например, имеется вид на жительство в Швейцарии? Конечно. Не на Урале же ему старость встречать, в ожидании, когда какой-нибудь рак сожрет? Это реальная журналистика об истинных патриотах сегодня. Впрочем, как и всегда, поехали. Перемещаемся в столицу, где уже в открытую и без стеснения уничтожают успешно работающие предприятия совхоз имени Ленина. Чтобы вы понимали, вот за этим словосочетанием совхоз имени Ленина стоят не только грядки с полями, не только коровники и птицы фермы. Ленина – это целый поселок, в котором проживает порядка 10 тысяч человек. У этих людей есть хорошая, высокооплачиваемая работа. Уверенность в завтрашнем дне. У них там страна в стране, причем нормальная страна, где руководство заботится о своих гражданах. Где работают программы соцподдержки. Там люди чувствуют себя людьми, а не ущербным стадом, на которое всем наплевать. Наш уникальный детский парк «Лукоморье». Этот парк очень популярный среди москвичей и жителей Подмосковья, и даже среди жителей других регионов России. Он тематический по мотивам русских народных сказок, сказок Носова, сказок Пушкина и других сказок. У нас очень классные сады, очень хорошие школы. В садах, помимо того, что вся вот эта вот красота, инфраструктура, и ребенок, приходя из садика, он получает кучу положительных эмоций. Помимо всяких развивашек, помимо мастер-классов, праздников, которые постоянно устраиваются. Но однажды в дома к этим людям постучалась беда. Глава совхоза Грудинин захотел показать всей стране, что светлое будущее реально. Что это не иллюзия, о которой можно только трындеть. Мол, когда-то Россия превратится в город-сад. Нужно просто еще пару столетий потерпеть. Он показал россиянам, что сказка, о которой они мечтают долгие годы, не такая уж и сказка. Она уже есть. Сегодня, сейчас, здесь нужна просто политическая воля, чтобы такие поселки везде появились, плюс желание поработать в интересах граждан, за что был битв и объявлен врагом народа. Мы начали проигрывать суды, которые раньше стояли больше на нашей стороне, потому что мы делаем все законно. И уже больше года нас, как это принято не говорить, дербанят по любому поводу. Причем мы не находим поддержки в государственных органах. Стандартная рейдерская схема, которая была придумана и обкатана еще в 90-е, когда на предприятии, представляющие из себя лакомый кусок, а совхоз Грудинина кусок лакомый, это гектары земли в Москве, вламывается какой-то проходимец через купленных чиновников и стражей порядка, через карманных депутатов и общественных деятелей, через продажных судей и забирает все себе. Разумеется, что этот проходимец не собирается развивать захваченное предприятие, какие бы сказки он не рассказывал. Цель рейдера развалить то, что было, и распродать это по частям, ради сиюминутной выгоды, в данном случае я уже сказал выше, захватчикам интересна земля под тем совхозом, нафиг им эти школы, детские сады, жилые массивы и поля, на которых придется потеть и вкладывать в это все деньги, когда там можно все снести и построить на этом месте какой-нибудь элитный загородный клуб, например, для московского бомонда с полем для гольфа, теннисными кортами, яхтами, лошадками. Да на этом бабла в десятки раз поднять больше можно, чем на сельхозпроизводстве. Выгодоприобретатель уже известен. Инсайдеры называют фамилию губернатора Подмосковья Воробьева, еще один эффективный менеджер. Наивные люди, впрочем, надеются найти защиту у президента. Ничего комментировать не стану, скажу только флаг в руки. Знаешь, что обязательно найдется какой-то дебил, который заблеет? Так этому Грудинину и надо, пора уже его раскулачивать. Ну, потому что дебил. А вот как по мне, побольше бы таких Грудининых человек не только сохранить сумел сельхозпредприятие, когда это сельское хозяйство вообще никому не нужно было, но и вдохнул в него новую жизнь. Новую, с учетом веяния и времени. А какие-то жулики сейчас хотят все это похоронить. Патриоты. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на мой канал в Ютьюбе. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за Сим. Спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok